Здравствуйте! Вы смотрите Город Действующие Лица. Я Артём Никитин. В 22 года некая Амелия Андерс Доттер стала самым молодым депутатом за всю историю Европарламента. Историю Амелии, кстати, повторил в Российской Госдуме член ЛДПР Игорь Бояркин, проникнув в здание на охотном ряду тоже в 22 года. Ну, вообще молодеет парламент, хотя в каком-то смысле сопротивляются этому остальные депутаты. А вот у нас в Краснодаре есть народные представители, которым по 17-18 лет. Правда, пока в молодежном парламенте. О том, что это за структура такая и вообще, как действует самоуправление. У нас в городе существует целая система молодежного самоуправления. Что там хорошего можно сделать, что уже сделано и вообще, как туда попасть? Поговорим сегодня с моим гостем. Это Сергей Килин, руководитель управления по делам молодежи Краснодара. Здравствуйте, Сергей. День добрый. Первым делом хочу спросить. Вот есть такая инициатива буквально прошлым летом. Один из депутатов в Госдуме поднимал вопрос, что не стоит так рано принимать людей в депутаты. Сейчас по закону это 21 год минимальный возраст. Вот с 25-30 только стоит. Как вы считаете, стоит такое установить? Мне сложно оценивать как данное предложение. В принципе, существует законодательство. Мы исполнители. Но в то же время я, наверное, отвечу с другой стороны. Мы должны быть готовы, чтобы, например, к этому возрасту молодые люди вполне осознавали этот институт законодательный. Мы, кроме этого, если уж такое произошло, были готовы и знали, чем они будут заниматься и какие ресурсы для этого необходимы, в том числе духовные, умственные и разумные. Ну и, кроме этого, мы должны сформировать определенную площадку и в целом систему, которая подводила бы молодежь к этому возрасту. Вообще, в 21 год, как вы считаете, человек уже может представлять интересы? Вы знаете, если мы будем переходить на какие-нибудь личности, которые в своем юном возрасте писали феноменальные труды, которые считают сейчас люди взрослые спустя несколько столетий, то мы можем сказать, что да. В практической точке зрения, с точки зрения такой выборки более небольшой, ну, бесспорно, этот возраст молодой. Но я повторюсь, что я тем самым не говорю о том, что этот возраст недостаточен для того, чтобы быть. Есть индивидуальные личности, которые готовы к этому, они как бы поняли, для чего это, и могли бы, наверное, вести достаточно серьезную работу в общественном органе, имея предпосылки к этому. Мы сейчас можем и в другие специальности обратиться, например, то же самое программирование, которое в последнее время очень сильно омолодилось, и серьезные программы, допустим, производят на свет, созидают те люди, которым 14, 15, 16 лет. Конечно, это несколько другое, там, математический уклад и меньше общественного опыта, но, тем не менее, такое возможно. Вот совсем недавно закончились выборы в одной из республик наших бывших советских, в Казахстане, насколько я знаю. Да? Так это? И вот у меня есть ролик как раз из этой страны, который рассказывает о молодежном самоуправлении. Очень коротко. Я предлагаю сейчас его посмотреть и потом сравнить с тем, что есть у нас. Современное общество требует самостоятельных и инициативных молодых людей. Уже сейчас молодые лидеры могут приобрести бесценный опыт в управленческой, творческой и учебной деятельности. Именно такую возможность дает молодежное самоуправление. Возможность, управляя настоящим, регулировать свое будущее. Сделай первый шаг уже сейчас в своем учебном заведении. Вот как видите, там есть логотип Фонд молодежных инициатив Казахстана. По такому ли же принципу действует и наше самоуправление? Честно говоря, ролика было недостаточно, чтобы понять систему. Это как бы просто презентационный и подобные ролики существуют у нас. Мне сложно оценить, какая система создана там. Я говорю о том, что вот обратившись в совет своего вуза или школы, ты можешь действительно войти в эту систему? Что касается конкретно города Краснодара, то мы эту работу начинаем со школы. То есть в школах уже существует ученический совет самоуправления, когда на начальном этапе, на школьном этапе, зная своих друзей, не просто понаслышке, общаясь с ними в школах на уроках, молодые люди могут выбрать лидера школы. Затем эта система поддерживается бесспорно всеми высшими и средними учебными заведениями. В каждом вузе-сузе есть свой студенческий совет, как на факультетском уровне, так и на уровне всего учебного заведения. Мы далее подхватываем эту тему на уровне городском. Существует студенческий совет при главе муниципального образования в городе Краснодар. Кроме этого, для тех людей, которые не всегда имеют желание, либо нет возможности попасть в студенческие советы, есть такое молодежное объединение, молодежные советы при главах округов и молодежный совет при главе города Краснодара. Так вот, там можно быть объединенными не только по какой-либо активности в части общественного воспроизводства, но и в части каких-либо социальных проектов. То есть там уже люди объединены по проектам. Ну и бесспорно, молодежный парламент, который объединяет как таковых будущих законодателей, такая школа подготовки. Есть и другие молодежные организации, например, сейчас мы развиваем тему по сообществу молодых ученых и молодых специалистов. То есть здесь тема рабочих специальностей. И вот буквально на днях у нас появилось сообщество молодых вожатых. Это те люди, которые будут принимать участие не только в подготовке и реализации смен на Дубраве, слетов на Дубраве. Давайте сейчас как раз посмотрим видеокадры. Вы прокомментируете в эти выходные, насколько я знаю, проходило мероприятие в Дубраве. Расскажите о нем. Мы сразу же и рассказываем, и смотрим. Да, 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 вы можете. Школа вожатых – это новое сообщество молодых людей, которое призвано нацелить молодых людей для того, чтобы не просто общаться с молодежью, а быть проводником духовных ценностей и, в принципе, помогать молодым людям социализироваться в этом большом мире. То есть в свое время мы поняли, что брать вожатых просто по объявлению, либо просто с вузов в СУЗов недостаточно. Есть определенные принципы, которых должны придерживаться вожаты, есть определенные знания и умения. Это не только безопасность молодых людей, это не только умение организовать досуг, но и в то же время быть духовно просвещенной личностью, рассказывать о том, для чего человек создан, это уж я высоко затрагиваю, но тем не менее мы эти вопросы затрагиваем. Ну и прежде всего быть теми людьми, которые придерживаются человеческих принципов, таких как добро, любовь и вот эти высокие чувства. Почему? Потому что не всегда веселая и полезная деятельность, вернее веселая и интересная деятельность может принести через некоторое время к полезному результату. Вот об этом мы и рассказываем будущим вожатым, а ныне сообщество молодых вожатых. Ребята в течение нескольких месяцев обучались в молодежном центре города Краснодара, это 200 человек. До финального этапа слета школы вожатых на Дубраве дошло 120 человек. И после школы вожатых мы выбрали наиболее достойных, это порядка 70 человек. То есть все они этим летом увидятся с детьми и будут? Да, причем не только на территории Дубравы, но и используя этот сертификат. Мы надеемся, что в будущем он будет котироваться. Международных организаций. Да, международных, да, мы кстати приглашаем. Вот немцы присутствовали, они с удивлением на это смотрели и более того загорелись желанием именно попробовать себя в качестве вожатого на какой-то из летних тематических смен. Поэтому вот такое сообщество, и это сообщество заявило о том, что нам уже недостаточно быть просто вожатыми. Мы готовы эту деятельность сопровождать в течение всего года, увеличивая свои ряды и готовя тем самым достаточно просвещенную молодежь, знающую основы работы с более младшей частью молодежи. Давайте начнем как раз с младшей части, допустим, со школы. Насколько я знаю, есть сейчас президент у каждой школы из числа учеников, да? Лидер, президент, мы называем лидер. Вы называете лидер. Ну вот, допустим, моя дочь ведет блог своей школы. Она брала интервью у президента школы. И я когда читал, меня расстроило, например, то, что президент школы, президент, говорит о том, что все ее инициативы были совершенно не поддержаны. Она хотела то, она хотела то, это организовать. И после этого, ну, наверное, у школьника все инициативы заканчиваются после того, как его несколько раз не поддержали. Как с этим быть? Сложно говорить об этом вопросе в части того, что не слышно и не видно было содержание инициативы. То есть, если бы девочка в своем интервью сказала, я предложила то, то, то. Речь шла о каких-то школьных праздниках, как минимум, каких-то сборах, организации мероприятий. Я более того скажу, на уровне любой школы, дирекция школы, скажем так, администрация школы очень заинтересована в том, чтобы молодежь участвовала в организации тех либо иных мероприятий. К сожалению, в последнее время очень часто присутствует мнение о том, что какие-либо мероприятия не поддерживаются, потому что они не поддерживаются, никому не нужны. Здесь два момента. Первый момент. Не всегда молодой человек готов к реализации данного мероприятия. Недостаточно сказать, что я готов создать машину времени. Нужно разумно подойти к этому процессу и просмотреть, вообще реально это или нет. Другой вопрос. Полезность этого мероприятия. В свое время в некоторых школах, не в городе Краснодаре, но на территории Российской Федерации было модно проводить накануне определенных праздников, праздник Хэллоуин. Так вот, мы считаем, что это мероприятие не будет полезно молодежи, хотя в то же время оно где-то интересно определенному молодому сообществу. Но если проследить тенденцию при условии, что такие праздники будут проходить, мы придем к тому, что в будущем мы столкнемся с достаточно серьезными трудностями. Не только среди молодежи, но и в целом среди всей общественности. Вы проводите какие-то опросы, чтобы понять, что нужно молодежи? Мы находимся в молодежи, нам не нужно проводить никакие опросы, потому что ежедневно нас окружает большое количество молодежи. И каждый из специалистов Органа по делам молодежи знает, чем молодежь дышит. Более того, подсказывает где-то и бесспорно принимает их желания как руководство к действию. Не всегда, к сожалению, я повторюсь, что все желания могут быть реализованы, но тема эта известна, и мы как бы не сторонние люди к этому процессу. Мы, по сути, проводники между властью и молодежью. Наш корреспондент был на мероприятии в Дубраве, и у молодых людей спросил, какие бы они вопросы задали. Вам давайте послушаем один из вопросов. Здравствуйте, уважаемый Сергей Владимирович. Насколько мне известно, Управление по делам молодежи занимается воспитанием молодежных лидеров. А какой, на Ваш взгляд, образ современного молодежного лидера в городской среде? Вопрос задал председатель молодежного совета Владимир Коверда. Этот человек должен быть, если мы говорим об образе лидера молодого. Должен понимать, по идее, человек, который спрашивает, каким бы видеть. Прежде всего, раз он стал председателем молодежного совета, значит, он был выбран, значит, ему доверили, значит, в него верят. Поэтому личность данного человека, я думаю, соответствует тем качествам, которые он задал вопросам. Но, тем не менее, я считаю, это порядочность, честность, ответственность, умение проводить до конца свои инициативы и организовать такое сообщество вокруг себя, которое позволяло бы реализовать данную цель без особого количества. Вы знаете, вот это же определение, оно, в принципе, совпадает с тем, что говорили о комсомольцах, о пионерах, да? То же самое, ответственность, исполнительность. Это, в принципе, копия той системы или в чем-то есть отличие? Первое. Это определение, свойственное не только советской системе по работе с молодежью, это определение, свойственное любому нормальному человеку. То есть, если мы говорим о лидере, то, прежде всего, этот человек должен консолидировать все лучшие качества своего народа, либо общества, которые его выдвинули. Поэтому я их поставил на первое место. Второй момент, раз мы затронули вопрос сходства советской системы по работе с молодежью и современной системой, то есть, бесспорно, и сходства, и различия. Есть различия в методе и в цели создания подобных сообществ. Например, в советское время, ну, во-первых, бесспорно, в советское время молодежная политика была на более высоком уровне, в части организации и взаимодействия с другими структурами власти. Но сейчас мы нагоняем это время, где-то упущенное в последние два десятилетия. Я думаю, движемся уверенно по этой траектории. Сходство в том, чтобы сделать человека лучше, различие в том, что ранее эти структуры, в том числе, были сильно идеологизированы и направлены на то, чтобы сформировать точку зрения, которая нужна была именно партии. Сейчас тоже есть патриотизм. Нет, мы же говорим сейчас не о патриотизме, а именно о партийных идеях. Патриотизм – это всеобщая, всегражданская ценность, она не зависит от партийной принадлежности. Мы же говорим о том, что были и партийные интересы. Так вот, сейчас именно общечеловеческие, гражданские принципы, такие, как я перечислил ранее, мы стараемся поставить во главу угла, как принцип создания молодых сообществ. Я хотел бы, чтобы советы и встречи – это все хорошо. Хочется увидеть конкретную за этими какие-то результаты и работаем. Давайте во второй части программы об этом поговорим. Сейчас прервемся буквально на минуту, может быть, немного больше, и вернемся в студию. Сергей Килин, руководитель управления по делам молодежи Краснодара, у меня в гостях. И говорим мы о молодежном парламенте и вообще самоуправлении в городе. И вот все-таки хочется увидеть конкретику. Люди встречаются, депутаты заседают, все это такая статичная картинка. А что в динамике, что является результатом их работы? Первое объединяющее начало, которое можно сказать как практический результат – это то, что мы сейчас об этом говорим. То, что эта тема известна не только молодежному сообществу, но и в целом общественности города Краснодара. Это достойный рывок вперед, который как бы сформировал почву и условия для создания подобных организаций. Второй момент – практическая деятельность, хотя можно говорить и о рациональной деятельности, и та, и другая необходима, не только практическая. Но тем не менее, в каждом из молодежном сообществ есть определенные цели и задачи. Задачи могут несколько разниться. Поэтому и практическая деятельность будет совершенно разной. Если мы говорим о молодежном парламенте, то это не только совместная работа с депутатами на своих избирательных округах, но и в том числе участие в городских мероприятиях, но и самое главное – их организация. То есть здоровый образ жизни молодежный парламент на всех ключевых городских мероприятиях готовит свою площадку. Например, на всех днях городах каждая структура самоуправления по своему направлению готовит то-либо иное мероприятие. Каждый молодой парламентарий на своем округе организует работу с молодежью. Да, не всегда она очень заметна, не всегда она получается на 100%. Сергей, извините, я вас прерву, но все-таки это общие слова. Мероприятия, организация мероприятий, работа с молодежью. Эти слова не говорят мне, например, о том, что конкретно делают эти люди. Допустим, они организовывают выступления на сцене. Ну хорошо, но есть ли за этим конкретный результат? Так можно сказать обо всем, что ничто мне не дает понять, что эти молодые люди что-то делают. Эти люди, как минимум, идут к ветеранам. И на сегодняшний день, учитывая 70-летие Победы и, скажем так, необходимую подготовку к этому, лично помогают ветеранам и организуют те либо иные мероприятия. И мероприятий очень много. Я не хочу наше интервью переводить в какой-либо отчет. Это сделать несложно. Вот я вам сейчас конкретику привел. Вторая конкретика, каждый из молодых парламентарий готовит свое мероприятие по различному роду деятельности и взаимодействует с молодежью. Это тоже конкретика. Нужна где-то площадка. Человек приходит и начинает говорить о том. Хотя власть и знает об этом, но тем не менее молодежная поддержка в этом плане очень серьезна. У нас появились экстрим-парки, экстрим-центры. У нас продолжается реконструкция Дубравы. Это все. Это тоже благодаря парламенту. Скажем так, это изначально шло, конечно, веяние молодежи. Глава Владимирович поддержал, нашлись определенные финансовые средства и проект был реализован. Но все, что вертится около молодежной жизни Краснодара, бесспорно сначала идет от молодежи. Почему в том числе я вас спрашиваю о конкретике? Потому что вот в соцсетях пришло к нам письмо. Я прошу сейчас режиссера показать этот вопрос. Да, я его читал. Давайте послушаем. Где реальная работа? Да просто как не было нормальной площадки в футбол поиграть, так и нет. В универах не пускают на новые газоны. Даже в школах трехметровые заборы. Вот и остается пиво. А еще куча новых кальянных на каждом углу. Вот и интертеймент молодежи. Я читал этот вопрос. В принципе, подобный вопрос можно адресовать в любом направлении. И он не несет какой-то конкретики. Например, где площадки? Все знают, что все познается в сравнении. И город Краснодар 2015, и город Краснодар 2000, либо 1990. Это совершенно разные общественные объединения. И на сегодняшний день молодой человек без проблем найдет при желании возможность заниматься спортом. Я, например, с удовольствием хожу в соседнюю школу. Мне не нужен фитнес-центр. Я не трачу на это деньги. Я пользуюсь той инфраструктурой, которая есть при школах. В то же время я понимаю, что в любом случае это будет недостаточно. Необходимо развитие турниковых комплексов, которые, допустим, в прошлом году мы три поставили. В этом году планируем около трех. Необходимо развитие футбольных полей. Хотя, несмотря на то, что футбольная тема активно развивается в городе, этого будет недостаточно. Поэтому говорить о том, что это не существует, неправильно. И в любом ВУЗе, СУЗе подобная тема присутствует и развивается. Другой вопрос, допустим, газоны. Вот там часть я услышал. Нельзя лежать на траве. Ну, наверное, где-то есть площадки, где можно лежать. Например, ботанический сад. Есть газоны, которые для этого не предназначены. Нельзя полностью переносить то, что увидел на экране, либо воочию за рубежом, на то, что находится у нас в городе. То есть, я считаю, нецелесообразно лежать на газоне перед администрацией города Краснодара или края. Не в силу того, что это администрация, а в силу того, что есть определенный порядок, традиции. И это будет несколько неправильно по отношению именно к другой части населения. Я предлагаю завершить эту программу самим участникам, активистам молодежного движения. Мы спросили у них как раз на том же самом собрании в Дубраве, что они считают главными результатами работы Краснодарского самоуправления молодежного. Давайте дадим им слово. Очень многое изменилось. Просто у молодежи появилась какая-то площадка, чтобы самореализоваться. Молодежь стала более организованна, научилась проводить мероприятия, участвовать в них, взаимодействовать между собой, задействовать с управлением по делам молодежи. Начала направлять свою энергию в правильное русло. Они начали делать хорошие вещи, помогать, устраивать различные мероприятия. Все чем-то заняты, и у каждого есть свое дело. Молодежь больше вовникает в жизнь города. Люди становятся более активны. Стала объединяться в группы по интересам и заниматься именно тем, что им хочется. Люди начали заниматься каким-то делом, начали объединяться. Им стало интересно. Я думаю, что перестала молодежь просто бездельничать. Потому что безделье возникает желание, ну так сказать, вкусить запретный плод, наркотики, алкоголь и прочее. А когда у человека занят день, когда ими занимаются, и занимаются там с детства, то это дает возможность развиваться как личность. Что-то добавите, Сергей? Да все сказано устами молодых. Все ясно. Спасибо вам. Напомню, это был Сергей Килин, руководитель управления по делам молодежи администрации Краснодара. А с вами была программа «Действующие лица». Спасибо, что были с нами и до встречи в следующем эфире. До встречи в следующем эфире.